И начинаем мы с новости, которую сегодня обсуждает весь Иркутск. Пассажиры общественного транспорта оказались в жесткой блокаде. Десятки маршрутчиков не вышли сегодня в рейсы. Водители устроили забастовку без предупреждения. А значит, у горожан не было возможности подготовиться к ней. Поэтому тысячи иркутян сегодня утром опоздали на работу и учебу. А вечером ломали головы, как добраться домой. Наша съемочная группа была в центре событий. Два десятка пассажиров на остановке не просто прореха. Одна из огромных дыр в транспортном одеяле Иркутска. Сделали ее частные перевозчики. Сегодня на работу не вышли водители минимум 16 маршрутов. О самодеятельности горе-портных горожане не знали. Доцент Людмила Корчагина до приезда нашей съемочной группы полчаса ждала свой автобус. А ее, в свою очередь, уже ждали в аудитории студенты. Я пойду сейчас на 116-й, но я не думаю, чтобы он тоже ходил. Я не видела, что проходил туда 116-й. Не знаю, звонить буду, чтобы студентов задержали, чем-то заняли там. Звонить и сообщать об опозданиях через 30-40 минут ожидания начали практически все. И тут выяснилось, что швы на транспортном полотнище города расползлись почти везде. Вот снимки из соцсетей. На дорогах недосчитались почти половина из всех автобусов и маршруток. Около 500. И все из-за желания водителей общественного транспорта поднять стоимость проезда. Может быть, надо поднять, но это надо делать организованно, а нечего забастовки устраивать. Хорошо еще сегодня тепло. Хорошо сегодня было водителям с личным авто. Дороги словно ровное полотно. Выиграли и таксисты. Пользуясь нехваткой маршруток, они торопились шлепать заплатки на транспортные прорейхи города. Среди бастующих тоже оказались мастеровые с хитринкой, которые решили сорвать куш. Редкие маршрутки толпа брала в крепкие сибирские объятия. Коллеги не работают, но вы же на рейсе. Вы их не поддерживаете? Поддерживаю. Я тоже еду только до Байкальской. И все? И все. Ясно. Так только до Байкальской. Впрочем, штопать транспортные дыры пришлось не везде. Свыше 500 водителей отказались участвовать в несанкционированной акции протеста. Зачем? Надо забастовку, я думаю, что официально устраивать. По закону надо все делать. Не по закону. Маршрутчики поступают уже не впервые. У них за плечами большой опыт забастовок. В 2013 году они трижды не выходили на работу. Убедить их отказаться от дурной тенденции сегодня также не получилось. Я им предложил какую-то собрать инициативную группу и съездить в администрацию. Я говорю, сидя здесь на месте, на конечках, вы ничего не решите. Ну, хоть вас попробуют услышать, но они боятся и не хотят. По опыту прошлых забастовок, обычно после утреннего часа пик маршрутки все-таки начинали ходить. Сейчас время 11 утра, мы находимся в микрорайоне Первомайский и, в принципе, никаких признаков автобусов и маршруток нет. Но вот за моей спиной на остановке, вы видите, стоят люди. Это те, кто все-таки еще надеются уехать по своим делам. Надеялись зря. Даже к вечеру заштопать все прорехи транспортного одеяла не удалось. А в пятницу доморощенные портные планируют продолжить начатое. И вновь не выйти на работу. Алена Полоненко, Михаил Глызин, Виталий Перетолчин. Новости по будням.